Приветствую вас, дорогие гости, где-то в корпорации Дианте, где мы можем сотрудничать за целью, мотивацией и движением То есть это самые первые кирпичи, которые мы закладываем для достижения своего успеха Пожалуйста, поднимите руку все, кто помнит свою детскую мечту Видите, какие? А теперь поднимите вторую руку, для того, чтобы мечта встала в детстве, в том числе, в том числе Отлично Знаете, в детстве мы на самом деле знаем, чего хотим Но взрослее получается так, что какие-то там сериапипы, шаблоны Которые извне от родителей и от общества к нам закладываются Они изменяют нашу мечту и наши цели И чаще всего происходит то, что наши цели не приносят нам радости К примеру, на моем примере Я всегда ставила на первое место учебник Для меня важно было хорошо учиться Я закончила школу с одной четверкой Затем колледж с красным дипломом И я понимала, что да, это была моя цель Да, я к этому стремилась, да, я этого добивалась Но почему я от этого не стала счастливее? Почему мне это не принесло счастья? И я стала разбираться в этой проблеме Почему так происходит? Есть цель, есть результат, но нет счастья А все мы, как вы понимаете, рождены для счастья И для того, чтобы достигать его И что же получается? Я искала ответ на этот вопрос И на самом деле узнала то, что на самом деле Мы добиваемся не всегда того, чего хотим То есть мы думаем, что это нам важно А на самом деле это не важно Я предлагаю вам метод, который определяет А действительно ли это ваше цель? Это всего три вопроса Вопрос номер один А возможно ли это? Вопрос номер два А действительно ли это то, чего я хочу? И вопрос номер три Так стоит ли игра свеч? Если вы на все три вопроса отвечаете положительно То это действительно ваша цель И для того, чтобы добиться результата Для того, чтобы дойти до этой цели Вам нужна энергия Вам нужно топливо Потому что вы сами понимаете Что автомобиль без бензина, без топлива Он не доедет до нужной точки Он не придет от точки А к точке Б И этим Это называется топливо в нашем фиксиконе Мотивация Мотивация это та энергия, которая движет вас для достижения цели Следует различать, что есть мотивация как внутренняя, так и внешняя В внутренней мотивации вы, как знаете, есть причины То есть от чего Например, у вас, например, кто-то болеет И вам нужна большая сумма денег И вы ищите возможность достичь То есть это та мотивация, которая двигает вас для достижения цели Для получения этой суммы денег Мотивация к чему-то Наверняка многие из вас визуализировали Скажите, кто в воображении представлял свои мечты? Пойдемте, пожалуйста То есть это картинка, которую мы держим в голове То, к чему мы стремимся Но на самом деле такая мотивация, она не очень эффективна Потому что это сама мотивация Потому что, как уже, наверное, вы заметили Мало кто умеет сам себя мотивировать И это внешнее Если нет внешнего давления, помощи То мы всегда можем с тобой договориться И снизить свой план То есть это, да? Который мы стремимся И внешняя мотивация Это мотивация среды Кто-нибудь знает, или есть? Есть такие? Мотивация среды То есть Среду и с окружающим Да, окружающим На самом деле, это та мотивация Когда, к примеру Кто-нибудь из вас засвечел декларацию То есть соглашение Есть такие? Налоговую декларацию? Нет Я же не могу Я вот сейчас приведу пример К примеру Я хочу вставать в 5 часов утра На самом деле, это очень сложно Кто-нибудь встает в 5 часов утра? У меня это очень редко получается Но у меня есть такая цель И я хочу вставать в 5 часов утра Нет, это очень сложно И так в чем же заключается декларация? К примеру Вы находите Или это ваш фонд Или тот человек Которого вы уважаете И заключаете с ним договор То есть Я, там Петров Иван Васильевич Обезусь Ежедневно вставать В 5 часов утра В случае невыполнения Своего обязательства Я Тому человеку Там По неделю ночи Как пишите Того человека Который выключается В декларацию Вы плачь мою сумму денег Определенную Каждый Свою К примеру Представляете Та, что будет вас мотивировать Заключаете договор Двух декларов Один вставляете себе Другой отдаете там учебе С которым выключаете Эту декларацию И что же получается? Звонит будильник В 5 часов утра Вставать не хочется Думаете 5 минут поспать И это может Гостинор Семь начаться Или еще насколько Но вы вспоминаете Что да Я заключу Декларацию В случае невыполнения Я должен Буду выплатить Вот эту вот сумму денег Тому человеку С которым договорился И на самом деле За что платить Не хочется Отдавать эту сумму денег Потому что Это плата За нашу лень Это плата За наши бездействия Скажите Это вас замотивирует Если вот кто-то Решится И заключить Такой договор Потому что На самом деле Да Это очень эффективно На самом деле Не каждый Сможет даже Делить себя Такую ответственно Я предлагаю Вам проделать Упражнение Есть те У кого есть Ручки Пожалуйста Разделите свой лист На 3 колоночки И первую колонку Подпишите Как 3 месяца Вторая колонка Будет называться 6 месяцев Или полгода И третья колонка Будет называться Год Я предлагаю Вам Каждую колонку Написать Хотя бы По одной цели Это может быть Это может быть Изучение Какого-то там Лизыка Да Может быть Прочтение Какой-либо книги Или какое-то Количество встреч Презентации Или же Вы хотите Путешествовать В общем Каждую колонку Напишите Пожалуйста По одной цели Есть те Кто написал Первой колонке Цель И готов Ее озвучить Пожалуйста Ну у меня банальная Научиться Отжиматься Без бога Отлично А есть те Кто уже Написал Цель на бога Отвысить Пожалуйста Будем Есть 200 человек По Классе Структуры Спасибо А есть те Кто готов Подвучить Цель на Запланированную Нагу Отвысить Пожалуйста Научить Английский Язык Хорошо Итак Что же Произошло Мы Проговорили Свою цель То есть Мы От себя Сказали И Отвучили То есть Вся Вселенная Которая Нас загружает На самом деле Будет работать На то Чтобы мы Достигнили Цель Вопрос Лишь в том А будете ли вы Возможность Эти использовать То есть Будете ли вы Использовать То что Нам Дает Служить Я предлагаю Вам Обменяться Вестами Соседом Тех Кто написал Обменяйте Пожалуйста Можете Прочитать Сосед Своего Цельседа А теперь Напишите Сегодняшнюю Дату Пою Помилю Имя Очкова Розвик И Подтверждаю Нет А Помилю Имя Очкова Розвик И Напишите Подтверждаю Оттверждаю Я Отдав Мамин Перехвал Продолжение следует... 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 Но их нужно включать в промежутки. К примеру, у вас есть обеденный взрыв, у вас есть еще какие-то перерывы. И лучше заполнять эти перерывы теми делами, которые дают вам 80% результата. Кто-то есть? Много людей едет на метро? Вот эту поездку можно ведь использовать с пользой. Можно прослушивать какие-либо. Аудио, которые вас развивают как лично. Или же можно читать книгу, которая тоже дает вам пользу. То есть вот такие вот моменты дополнять теми делами, которые приносят вам 80% результата. У меня все остальное. Спасибо.